Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Слишком рано говорить о сокращениях ставок. Инфляция еще слишком высокая, заявил вчера представитель Центробанка Еврозоны Юахим Нагель. Он также предупредил, что преждевременное снижение ястребиных настроек – это ошибка, которую следует по возможности избежать. Такие же примерные комментарии поступали и от спикеров Федеральной резервной системы США на прошлой неделе. Глобальная экономическая неопределенность продолжает подогреваться ростом геополитической напряженности сразу в нескольких горячих точках мира. Так, в понедельник все больше нефтяных танкеров покинули южную часть Красного моря и пошли в обход этой опасной зоны. Удлинение пути не только приведет к задержкам поставок и увеличит стоимость доставки, но, конечно же, также заложит основу для будущего глобального роста цен. Поэтому трейдерам стоит пересмотреть свои взгляды на долгосрочное снижение ставок Федеральной резервной системой. Тем не менее, согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС в марте по-прежнему рассматривают большинство трейдеров. И вчера этот показатель составил более 70%, а сегодня он оказался не намного ниже, в районе 66%. Причем большинство аналитиков считают такое развитие событий слишком агрессивным. Учитывая, что в Соединенных Штатах начинается сезон отчетов компаний за четвертый квартал, волатильность на финансовых рынках может быть повышена еще больше. Кроме того, глобальные политические настроения усиливают спрос на активы из числа безопасных убежищ, одним из которых и выступает как раз американская валюта. В то же время стартовавшая в Соединенных Штатах компания по выборам президента способна помешать стабильному спросу на доллар. Особенно после победы Дональда Трампа на собрании избирателей республиканцев в так называемом Кокусе в штате Айова. На фоне всех этих факторов индекс доллара США подскочил в область котировки 103 пункта и показал новый недельный максимум. В начале вторника на торгах в Азии гринбэк продолжал придерживаться бычьего импульса в диапазоне 102.70 и 103.00. По отношению к корзине шести своих аналогов доллар с начала недели уже прибавил почти полпроцента. И в случае продолжения такого тренда, роста цена гринбэка войдет в зону технического сопротивления у отметок 103.10 и 103.50. Первая поддержка для графика располагается на отметке 101.90. И разворот доллара по индексу может последовать после выступления спикера Федрезерва США Кристофера Уоллера. Напомним, что голубинные комментарии политика в ноябре помогли рынкам акций взлететь и в какой-то мере спровоцировали их бурное ралли в конце года. Но пока перевес остается все-таки на стороне доллара, который укрепился сегодня по всем направлениям. Причем наиболее выраженная покупательская активность наблюдалась против валют антиподов. Проявила слабость по отношению к американцу и валюты Японии. Но стоит при этом отметить, что после резкого роста пары в начале вторника ее торговый диапазон между отметками 145.50 и 146.30 начал выглядеть более сдержанно. Дело в том, что сегодня крупнейший бизнес-лобби страны Федерация экономических организаций Кайдан Рен выступила за повышение заработных плат работникам. Ожидается, что такой шаг сделают в том числе многие ведущие компании, так называемые «голубые фишки». На карты в переговорах по заработной плате в этом году поставлено не только повышение уровня жизни японских семей, но и перспективы смягчения денежно-кредитной политики Банка Японии. Именно поэтому японская пара в начале вторника перешла в консолидацию с небольшими амплитудами вдоль линии 146 йен-10 цен. Но она все еще находится под влиянием бычьего импульса, поэтому может протестировать психологическое сопротивление на 146,5 йен. Ближайшая поддержка располагается в зоне 146,5-145 йен. Продолжает давить на настроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ситуация в экономике Китая. Высшее руководство крупнейшего застройщика частной недвижимости Country Garden считает, что рынок недвижимости останется слабым в 2024 году. А сама компания-девелопер может столкнуться с еще более серьезными проблемами. Тем не менее, вчера Центральный банк Китая, вопреки ожиданиям рынка, сохранил свою ставку по однолетним среднесрочным кредитам без изменений на уровне 2,5%. Также вчера глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китаю необходимы структурные реформы. И пока инвесторы ждут данных по ВВП Китая, в стране был сделан важный шаг для возрождения пострадавшего от кризиса сектора недвижимости. Сообщается, что один из крупнейших китайских кредиторов Pinking Bank включил 41 фирму в свой список застройщиков, имеющих право на финансовую поддержку. Сектор недвижимости Китая борется с кризисом ликвидности с середины 2021 года. С тех пор крупные застройщики объявляют дефолт или задерживают выплаты по долгам, пытаясь продать квартиры и собрать средства. Это очень сильно сдерживает рост второй по величине экономики мира. Проблемы на рынке главного торгового партнера Австралии. Отказ фондовых рынков от настроения риска, а также стабилизация цен на нефть. Все это отправило сегодня курс австралийской пары вниз по диапазону 0,6600-2,6670. И в целом ОЗИ продолжил полосу неудач, которая началась еще 11 января. А 16 января его курс уже обесценился до самого низкого уровня за месяц, ниже линии 66,20. В случае дальнейшего давления, окрепшего доллара США, австралийскую пару ждет зона поддержки на 0,6610 и 0,6500. Ближайшее техническое сопротивление для ОЗИ может встретить у линии 0,6650 и далее в районе 67 центов. Хотя в ближайшее время бычий импульс австралийцу, скорее всего, не грозит. Как показали сегодняшние отчеты, уровень потребительского доверия в Австралии не только упал и показал отрицательные уровни у отметки 1,3%. Для сравнения, в декабре этот показатель равнялся 2,7%. И такое развитие событий усиливает ожидание более мягких решений резервного бойка Австралии на его заседании по ставке в феврале. Что касаемо доллара Новой Зеландии, за прошедшие сутки он безоговорочно упал с уровня сопротивления на 0,6200 в область поддержки 0,6150. Киби падает только вторую сессию подряд, но уже успел показать самый низкий курс более чем за месяц в районе отметки 0,6160. Кроме внешних факторов, новозеландец находится также под давлением внутренних настроений. Отчеты показали, что деловая уверенность в Новой Зеландии значительно улучшилась. И в четвертом квартале всего 2% бизнеса ожидали ухудшения. А в третьем квартале этот показатель составлял огромные 52%. Поэтому усилились ожидания того, что Центробанк страны в этом году вероятно начнет смягчение своей монетарной политики. А вот для новозеландского доллара такие перспективы – это прямой путь, конечно же, к падению. Так проходили торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня, 16 января. Напоминаем, что впереди вас ждут еще несколько видеообзоров от команды ИнстаФорекс ТВ. Подключайтесь и получайте актуальную для вашей торговли информацию. Если остались вопросы или замечания, пишите комментарии, а наши эксперты оперативно на них ответят. До встречи!